Увидеть полотна этих художников в одном зале можно редко. Реалист, приверженец русской темы в искусстве Борис Зворыкин. Разноплановый и многогранный, работавший в любых форматах, от книжных иллюстраций до театральных декораций Лев Бакст. Отец поп-арта, превративший обыденность в искусство Энди Уорхол. Его последователь, черпавший вдохновение в рекламе и комиксах Рой Лихтенштейн. С творчеством всех этих мастеров можно познакомиться в маркетинговыставочном комплексе производственного объединения «Старт». Церемония открытия выставки началась с краткой лекции о четырех художниках, чтобы зрители могли сориентироваться в творческом многообразии. Так как экспозицию открывают работы русского иллюстратора и орнаменталиста Бориса Зворыкина, гостей выставки сначала познакомили с его биографией. Работал он после окончания Московского училища живописи вояне и изотчества для нескольких издательств, как говорят лучших издательств того времени. Иллюстрировал он как раз преимущественно произведения, которые подходили под его главную тему творчества, вот эту самую русскую тему. Им были проиллюстрированы русские сказки, сказки Пушкина, «Золотой петушок». Это один из самых известных его циклов. Работ Бориса Зворыкина очень мало даже на просторах интернета. А на выставке можно увидеть подлинники его и не только картин. Этой возможностью воспользовались воспитанники художественного отделения детской школы искусств. Я нашла в интернете и видела картину Бакста, и мне понравилось. Я подумала, может быть, если видеть в оригинале, будет еще лучше. И поэтому решила прийти. Лев Бакст много и плодотворно сотрудничал с Сергеем Дягилевым. Оформлял его постановки – от декораций до костюмов. Одна из отличительных черт эскизов Бакста – персонажи показаны в движении, здесь нет застывших манекенов. «Необычный стиль необычный. Также он придумал свой стиль и писал в нем». На выставке есть и работы западных художников. Энди Уорхол превратил обычную банку консервированного супа в сюжет для картины. Он считал, что искусство должно быть доступным каждому, поэтому постоянно тиражировал и повторял свои идеи в разных вариантах. Еще один представитель поп-арта, Рой Лихтенштейн, долго не мог определиться со стилем, а потом нашел источник вдохновения в рекламных плакатах и комиксах. На его картинах зритель может в буквальном смысле прочесть мысли персонажей. Они написаны здесь же, в специальных облачках. Мне кажется, что комиксы лучше всего. Они такие детские, интересные. Мне кажется, и дети, и взрослые будут смотреть интересные эти комиксы. «Я не знала о некоторых художниках, в частности о Лихтенштейне, а вот его работы, конечно, производят впечатление, потому что они для массового зрителя. То есть они понятны, но сама техника очень интересная». Выставка четырех художников будет работать вплоть до новогодних праздников. Посетить ее может любой желающий. Вход свободный. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».